Видимо, тайная скрыла глухая стена, Не увидишь, любимой, исчезла она. Как утешить мужчину разлукой сраженного, Когда плачет и ночи проводит без сна? Племя сальмы верблюдов навьючило затемно, Что поделать, разлука была суждена. Привели тех верблюдов невольницы с пастбища, И на каждом верблюде попона красна. Над животными кружится стая стервятников, Цветом жертвы растерзанной привлечена. Унесут в полонкине лимонное деревце, И коснется тебе аромата волна. Мышкой мускусной пахнет красавица юная, И косая ее мускусом напоена. Вспомню сальму, и вмиг, словно ворон взъерошенный, Чернотой мне застит глаза пелена. Но ведь память о прошлом всего лишь безумие, Сны неясные, невелика им цена. О верблюдица, словно анагр быстроногая, Мчись, любимый, во след от темна до темна. Ты, подобно гиене, дрожишь, озираешься, Ты косишься на вич, ты смятенья полна. Ты быстра, словно страус долин, Для которого зреют дыни на склонах, И в волю зерна. Щиплешь он колоски, острым клювом вонзается В сочный плод, чья зеленая шкура тверда. Рот его, словно узкая трещина в дереве, Уши, словно обрублены, нет и следа. Бродит страус, ни ветра, ни чуя, ни мороси, Вспомнил вдруг, что ушел далеко от гнезда. Он в тревоге, он мчится домой все стремительней, Так бежит, как еще не бежал никогда. Выше клюва взбиваются лапы бегущего, Он спешит. Не стряслась бы, какая беда, Крепкой грудью готов он прикрыть свое логово, Ведь он черен, окрыльев опушка бела. Он к заветному месту поспел еще засветло, Там его, у гнездовья, подруга ждала. Он приблизился с криком тревожным И клекотом, так румийцы свои обсуждают дела. Страусиха приветствует страуса радостно, Встала, голосом нежным его позвала. А ведь мы, наших братьев, Беду предвещающих, Побиваем камнями, как вестников зла. Так всегда бережливо считается скупостью, Расточительству часто поется хвала. По хвала, как и всякий товар покупается, Для души эта плата не так уж мала.